Здравствуйте. Этот ролик должен бы выйти еще в конце февраля, но я как настоящий мужчина решил заниматься более важными вещами, а потом и вовсе забыл про существование этой игры. Но поскольку скоро к ней выйдет DLC, я подумал, что стоило бы сделать видео по ней. Начинаем мы на Челомее, ровно в день рождения коллектива. И, естественно, мы здесь не для того, чтобы праздновать. У нашего начальника, Сеченова, есть к нам дело, подробности которого он нам пока не раскрывает. И все потому, что для начала мы должны всосать нейрополимер. Кстати, зовут главного героя Сергей Алексеевич Нечаев с позывным П-3, который не помнит своего прошлого после ранения в Болгарии. Конечно, если состояние фарша, можно назвать ранением. А перчатку на левой руке зовут Харас. Проще говоря, умная сперма в капсуле. Перед получением основного задания, Сеченов закрепляет за нами некого немца, Михаэля Штокхаузена. Я буду называть его просто Миша. Так вот, просто Миша говорит нам взять ключи от машины Турбина, у близняшек, дабы добраться до предприятия 3826. Вот это размах! Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. И вот, наконец, после небольшого обучения, мы можем отправиться на предприятие под Пугачево. Другое дело. И на все деньги купи Целое море цветов Миллиона, миллиона, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Ой! Эй, ты ублюдок, железо! Я упала! Ты че твори? Валите нахер отсюда, придурки! Работаем. Да отъебись ты уже, сука! Ой! Пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? Пиздец! Итак, после увлекательной экскурсии нас сбивает дрофа. Благо, после падения П3 остается жив и тем самым узнает подробности задания отсеченного. Оказывается, кто-то взломал код всех роботов на предприятии 3826 и внес туда некоторые коллективы. А именно, активировал боевой режим у роботов. Этим кто-то является некий Виктор Петров, который находится в комплексе Вавила в качестве заключенного. Его нам и требуется поймать. Но вход в комплекс надо еще и найти, ибо Терешкова показать нам его не успела. В ходе поисков мы встречаем первых роботов, а именно Вовчиков и Бурак, которые пока что нам проблем не доставляют. Кстати говоря, бабу Зину с ее легендарной фразой показать тоже не забыли. Сам Вавилов представляет из себя экспериментальный ботанический комплекс, где выводят растения, которые смогли бы выжить в условиях других планет Солнечной системы. С учетом сложившейся обстановки в комплексе царит полнейший хаос и разруха. Знакомьтесь, это Лариса Филатова, нейрохирург, который сейчас спасает жизни оставшихся здесь людей. Пока мы ей помогаем, к нам приходит толерантный Вовчик, который является первым боссом игры и разносит все в пух и прах. Кстати, здесь же нас знакомят с самым сексуальным холодильником в мире Элеонорой. Элеонора предлагает нам свои услуги взамен на материалы. Дальше по пути нам встречается еще одно достижение советской науки. Камера Ромашка, которую используют для регулирования движения роботов и транспорта. Грубо говоря, в боевом режиме это обычная сигнальная система. Но вернемся к нашей задаче. Из-за буравы мы оказались на нижнем уровне комплекса, и поэтому мы должны найти выход. Выходом же является лифт, которому нужно восстановить питание при помощи реле. А оно же в свою очередь находится за дверью, закрытой замком, печенькой. Сама же печенька находится в первой комнате, в которую мы и зайдем. Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Так, заставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храсс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Поднявшись, мы выйдем к линии фуникулера, которую опоясывает комплекс вавилов. Конечно, мы доберемся по фуникулеру не без проблем, но все же мы встретим Петрова. Перед уходом Петров натравил у нас кучку роботов, разобравшись с которыми мы начинаем искать ключ для открытия прохода. Ключиком оказывается маленький шарик. Свеча. Так, мне что, ее всегда в руке держать? За то время, пока мы искали ключ, Петров успел убежать в дальнюю часть архива. Теперь, чтобы добраться до Петрова, нам нужно проплыть через полимер, за которым мы увидим дверь, которую можно открыть, собрав три недостающие колбы с лунным грунтом. Открыв ворота, мы проходим через семенной фонд и попадаем вновь в архив, где и находим тело Петрова без головы. Судя по биометрике, перед нами Петров. Узнав, что Петров мертв, Сеченов злится и отныне наша задача добраться до ВДНХ. Но для начала надо выбраться из комплекса лавилов, а для этого требуется открыть дверь посредством создания благоприятных условий для березы. Условия создаются при помощи колб, которые можно собрать в разных цехах. Первым идет термоцех, место, где можно достать жиростойкую колбу посредством охлаждения трех бойлеров. Вторым – альгоцех, тут уже потребуется провести полимерный синтез. Третьим, холодным цеху, надо просто наполнить колбу полимером. А в четвертом, пестицидном цехе, появилась матка, которая удерживает последнюю колбу у себя. Чтобы получить ее, нужно отравить или сжечь матку при помощи бака с пестицидами. Ты слышал то же, что и я? Я всегда слышу то же, что и вы, майор. И что скажешь? Не борчь и пироги! Подай мне себя упустить. Все, берегу. Сдохни, тварь! Если с предыдущих цехов мы выбрались без проблем, то здесь нас встречает второй босс игры – крупный культыш. Отморозив березу, мы прощаемся с комплексом вавилов и выходим на поверхность. Для того, чтобы добраться до ВДНХ, сначала нужно дойти до станции Лесная, дабы потом поехать на Моглеве на станцию Солнечная. Но перед этим требуется открыть ворота для выхода из деревушки. Проблема в том, что ворота открываются через камеры, доступ к которым можно получить только через волон, некая сеть, где связаны все механизмы в одну систему. Для доступа к волону требуются ключи, которые по невероятному стечению обстоятельств есть у бабы Зины. Чайку себе сам нальешь. Классный телик. Что показывают? Тихо! Касательная информация... Повнимательнее смотри. Устранен или не устранен, информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Я прекрасно понимаю... Понимаете? Под угрозой наш проект... Мой! Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест. Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, бабзин. Откуда у тебя эта передача? Это не передача, милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Встретившись с бабой Зиной, мы узнаем, что Молотов приезжает на ВДНХ. И нам требуется его встретить, иначе у Сеченова будут очень большие проблемы. Двигаться нам предстоит недолго. После зачистки станции, Рафик отказывает нам в поездке. Из-за того, что у нас нет билета. Отлично, поехали. Если у вас есть билет на поезд... Какой нахрен билет, ты дурак? Но все эти билеты можно найти у трупов снаружи. Не факт. Вот билет, запускай двигатель. Товарищ, ваш билет просрочен, ваш поезд ушел 4 часа назад. Пожалуйста, обменяйте просроченный билет в кассе нашего вокзала. Ладно. Этот билет подойдет? Проезд по чужому проездному документу — это поступок недостойный гражданина СССР. Не волнуйтесь, дорогой товарищ. Проанализировав окружающую обстановку, я пришел к выводу, что вы сотрудник силовых структур, занимающийся исправлением случившегося ЧП. Прошу вас занять любое понравившееся место, дорогой товарищ. Крас, я все никак не пойму, почему вообще возникли сомнения в том, как умер профессор Захар? Так, блядь, это че еще за хуйня? Аааа, теплые пироги, че с от... Держитесь! Да неужели, блядь? Станция Солнечная. Следующая. Мы оказываемся на станции Солнечная, где встречаем Мишу, который под страхом своей смерти убегает. Стой! Ты куда? Ах, слезь, яку, боже! Аааа! 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 Кстати, при разговоре о пейзаже, что представит перед нами, Храсс сказал, что это его идея, но вскоре он исправился. Прям как в Москве. И даже лучше. Более футуристично и более масштабно. Моя идея. Повод задуматься. Задача остается прежней – добраться до ВДНХ. Но чтобы это сделать, нужно пройти через выставку, которая заперта. Помозговав, мы принимаем решение спуститься к выставке через граф. Чтобы на него забраться, его сначала нужно опустить. Кнопка техобслуживания гриф. Что она дает? Гриф приземлится для взаимодействия с техником. И долго он будет стоять. Это еще что за канаты? Раньше их не было. За по канату? У нас появляется возможность попасть на ВДНХ, но из-за сломанного зеркала проход затруднен. Починить механизм зеркала можно с помощью реле, которое находится под ним. В самом комплексе нас ждет целая цепочка квестов по поиску предметов. Сначала от нас требуется найти руку для открытия ворот. Потом Терешкова нас просит доказать, что мы человек и пройти тест Дарвина. То есть найти предметы, которые олицетворяют труд, искусство и жизнь. Докажите, что вы человек. Пройдите тест Дарвина. Я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно. Заткнись, болванка. Кстати, для активации режима учений нам нужно собрать ее подругу Клару, которую, как она говорит, растащили извращенцы Вовчики по частям. Ну в момент сбоя сумасшедшие роботы разобрали мою напарницу Клару на части. Ты даже не машина. Дуралей. Ты лишь имитация машины. Простите, один такой в свое время пытался меня... Так, не будем об этом. Что? Вставляем шланг в Терешкову и для нас открывается еще одна дверь. Теперь перейдем к поиску частей Клары. Голова у нас находится под миниатюрой Челомея. Чтобы ее забрать, нужно докатить шарик по лабиринту до конца. Дальше у нас идет нога, которая лежит на складе в багажнике москвича. Правую руку Клары нам любезно выдает бур после того, как мы поиграем в змейку. Твою мать! Храсс! Это вот этот процесс я только что запустил? Идите! Куда? А вот с левой рукой посложнее. Для ее получения нам требуется победить нового босса. Плюща. Данное существо весьма быстрое и порой бывает тяжело вернуться от его атаки. Но ловкие пальчики приравнивают его сложность к легкой. После нахождения всех частей мы можем собрать подружку Терешковой. Все части робота установлены. Что дальше? Процедура саморемонта завершена. Запрашиваю подтверждение идентичности. Сейчас подтверждаю. Произведена смена режима комплекса. Товарищ Сеченов, мы затеяли опасную игру. Ваш локальный технический сбой оказался глобальным. Откуда у вас такая информация? От Виктора Васильевича Петрова. Вы знаете, чем это грозит. Постановление генерального прокурора. Товарищ Молотов, могу я просить вас о личном разговоре наедине? Я жду вас здесь. Через пятнадцать минут. Что-то не так, майор? Забритесь здесь. Что происходит? Забритесь здесь, я сказал. Прямо во время встречи мы проваливаемся в Лимбо. Сюрреалистичный мир в подсознании Нечаева. Сам этот мир построен на воспоминаниях майора. Конкретно данная часть Лимбо показывает нам события времен войны, только в очень детских красках. В самом Лимбо главным лицом является Ньютон. Белое пушистое существо с пробитой головой. Текущая наша задача неизвестна. Единственное, что я делаю, это просто собирай яблоки и иду вперед. Смотри, сынок, ты жив? Правительственная комиссия погибла. Тут тело товарища Молотова. А что здесь? Как это случилось? Сюда прорвались роботы. Тебе повезло уцелеть. Но это ничего не меняет. Коллектив должен быть запущен. Правое, займись. Тебе повезло уцелеть. Тебе повезло уцелеть. Тебе повезло уцелеть. Тебе повезло уцелеть. Что это было? Последнее дань усопшему. Дмитрий Сергеевич! У нас проблема. Центральный узел лезет в эфир. Кто-то пытается передать информацию на Запад. На такое способны только два человека. Вы и Петров. Петров погиб. Я видел его тело. Только тело? А Петров это прежде всего голова. Филатова. Действуй. С этого момента начинает казаться, что Сеченов как-то управляет Нечаевым дистанционно и может переключать его сознание. Ведь закономерно встает вопрос, почему Нечаев отрубился в этот момент и именно он остался жив. У Нечаева не остается иного выбора, как отправиться в научный центр, где предположительно находятся Лариса и Виктор. По пути в научный центр мы встречаемся с большим количеством роботов. Особых проблем они не доставляют, но все же неприятно получать в спину залп ракеты. Подойдя к центру, нас замечает Петров. А после мы и вовсе находим комнату, где Лариса вместе с Петровым передают информацию. Ну что, попались, голубки? Виктор, хватит! Довольно смертей! Нет, Лариса, извини, но я тебя не понимаю! Он здесь все разнес, а ты... ты... А я врач. И сегодня погибло уже достаточно людей. Видишь, он только очнулся и уже угрожает! Я хотя бы угрожаю. А скольких людей без предупреждения порубили в капусту твои роботы? Виктор тут ни при чем. Он лишь вызвал локальный сбой. Локальный сбой? Здесь роботы атакуют всех без разбора. Всех кроме вас. Почему, если вы их не контролируете? Ты же говорил, что не имеешь никакого отношения. Это было необходимо! Нет, не трогай меня! Волшебник вновь разозлился и просит нас очень быстро поймать сбежавшего Петрова. Сам Петров сбежал в театр, так как раньше он там выступал. И это, по факту, является его полем боя. Перед входом в театр нас ждет босс, с которым мы раньше сражались. Беляш. Такой же пельмень переросток едва не отправил меня на тот свет интересный. Дальше спускаемся в сам театр. Кстати, театр, как и весь игровой мир, тоже подвергся роботизации. И именно здесь мы можем рассмотреть модель балерин поближе. Пока мы ходим по театру, Петров всячески показывает свою натуру. Помимо Петрова сошел с ума также и электрик. Васильич, ты больной? Ладно, иди члены плитбассии. Но ты-то куда? Тебя молотоком трахало по жизни? Хочешь ему отомстить и самого травму? Но от электрика нам всего лишь нужен ключ от двери, который ведет к нас груша для запуска представления. Само представление заключается в танце балерина и нашей битвы с кучей мусора по типу культюша до тех пор, пока балерина не кончен. После Петров нам предоставляет возможность проявить свою творческую натуру. С помощью игры «Теней» Петров пытается показать, что мирные бытовые роботы не такие уж и мирные, что их цель – это уничтожить людей. Иначе как еще можно оправдать наличие у этих роботов ракет, лазеров и просто боевого режима? С этого момента Нечаев начинает принимать и вслушиваться в его позицию. Он сам понимает и размышляет на тему, почему у мирных роботов есть боевой режим, если есть военные. Ну все, попался, говнюк. Это твой последний номер. Коллектив активируется, и на этом все кончится. Кончится? А что плохого в том, если все будут отдавать мыслями команда роботам? Блять, ведь ты же, сука, сам создал эту систему! Потому что я не знал, как ее собирается использовать Сечин. Ты хоть представляешь, сколько времени занимает прописать функциональный алгоритм действий хотя бы для одного робота. А то, чтобы его режим был заложен в них еще на этапе конструирования – другое дело! Не надоел этот бред, который творится у тебя в башке? Ты сейчас же мне расскажешь, как вывести роботов из боевого режима! Этого не будет! Стой! Руки! Передай-то Ларисе. Блять! Сука! Твою мать! Блять! Твою мать! Твою мать! Ебать ты, клоун. Вот теперь ты точно мертв. Сохрани голову, П-3. Я высылаю тебе специальный контейнер. Положишь ее внутрь. Автоматика все сделает сама. Ты ошибся. Ты ошибся снова. Ты будешь жалеть. Ну-каوم! Верло Выйдя из театра, мы летим на всей скорости в госпиталь, куда должны доставить голого Петрова. Кстати, кольца, что отдал нам Петров, являются бета-коннекторами для системы коллектива. По пути с нами связывается Баба Зина, которая тоже, как и Сеченов, с Мишей спрашивает про кольца. Вот тут-то для Нечаева и дошло, что дело пахнет письюнами, и все от него что-то скрывают. Сам госпиталь нам не нужен, нам нужна лаборатория, что находится под ним. А в самой лаборатории полная разруха и куча агрессивных существ. Не ожидал увидеть Виктора в таком виде и при таких обстоятельствах. Благодаря гению Дмитрия Сергеевича, все знания, полученные Петровым, останутся с нами. К концу процедуры ассимиляции мы сможем вернуть роботов в прежнее состояние. Петровый его хотя бы после смерти, подлец! Мы вновь в Лимбо. В нем у Нечаева всплывают воспоминания после своей операции. Эта Лимбо также намекает нам, что у Нечаева была жена. Кстати, это я еще подметил, когда впервые плыл в полимере и услышал данные реплики. Так долго я искал тебя. Так долго. Можно предположить, что слеза в Лимбо и человек, которого мы слышим в полимере, один и тот же. И если эта слеза не просто голос воспоминаний Нечаева, а целый объект, что его преследует, значит ли это, что его возлюбленная умерла и пытается с ним таким образом связаться? Воспрянув фотосна, с нами связывается Лариса. И говорит, что она может нам показать, почему Петров поступил именно таким образом. Майор П-3, ты жив? Нет, меня убила граната. Мне очень жаль, что так случилось. Я не хотела всего этого, но сейчас все это вторично. А что же тогда первично твоего тела? Я покажу тебе все, нам надо встретиться. Ты должен увидеть это сам, своими глазами. На поверхности нас ждет мертвый кит, из которого сию секунду вылетает Роса, перед последней босс игры. Эта штука убила кита. Ее былый насос. Роса. Молодящая разработка в белой армии. Кстати, Сеченов все-таки смог починить роботов, благодаря чему они нас не расстреляли при первой же возможности. Именно поэтому мы спокойно пробираемся на маяк к Ларисе. Сейчас мы находимся в Академии последствий. В ней есть множество отделов, но интересует нас только один. Отдел поведенческой психологии полимеризированных субъектов. Отключить поляризацию. Это что еще за сумасшедший дом? Кладбище разума. Добровольцы, с которых начиналась нейросеть коллектив. Первые экспериментальные группы погибли полностью. Тридцатая сошла с ума. Семьдесят третья покончила с собой. Сотая друг с другом. Двести четвертая самая успешная. Все выжили. Их сознание находится в вымышленном мире. Мы называем его Лимбо. А тела тут под полным моим контролем. Ладно, пусть встанут в одну шеренгу. Еще. Вон тот толстый пусть попрыгает, ему полезно. А только он. А пусть прыгают все. У нас же коммунистическое общество. Прыгают, мать и... С химической точки зрения они абсолютно счастливы. Это и есть коллектив. Весь мир станет таким только в полной версии. Это надо остановить. Остановить? Виктор пытался. Но ты ему помешал. А теперь, боюсь, уже поздно. Да твой Виктор сошел с ума и убивал людей. Он пытался убедить меня, что Сеченов обучает роботов убивать еще на этапе конструирования. Для чего? Для чего? Для чего Сеченов создал коллектив, как систему управления сознанием? А эти нейроконнекторы? Сеченов хочет поработить мир. Если не понимаешь этого, прости меня, ты просто идиот. Короче говоря, коллектив это вечный Цукуеми из Наруто, а Сеченов местный Мадара. После всего услышанного у П3 вновь начинается галлюцинацией. Он снова слышит слезу. Как оказалось, все эти пятна – переходное состояние в лимбо. Нечаев борется с ним, но сам не понимает как. А слеза, что он видит, вообще не существует в реальном мире. С этого момента Лариса узнает про полимерную перчатку и, сложив 2 плюс 2, поняла, что Храс – это Харитон Захаров. Так, а Храс – это выходит что? Не что, а кто в каком-то смысле. Если очень просто, это профессор Харитон Захаров. Здесь Лариса хочет нам показать прошлое Нечаева. Операция по имплантации нейрополимерного расширителя функций мозговосход. Цель – полное удаление деструктивных реакций, основанных на травматических воспоминаниях. Пациент – майор Нечаев. Кодовое имя Плутоний. Попытка номер 3. Первые две операции прошли неудачно. Полностью излечить последствия тяжелых черепно-мозговых травм, полученных при событиях в Болгарии, не представляется возможным. У пациента наблюдаются тяжелые галлюцинации. Ты снова видел жену, сынок? А откуда? А откуда вы это знаете? Благодаря мозговому импланту «Восход» мы можем направлять сознание агента в вымышленный мир под кодовым названием «Лимба» в дистанционной подаче импульса напрямую в гипофис. Таким образом, объект по команде переходит в боевой режим. Хочу добавить, что я категорически против... Что ж? Ужил, падла! Майор, я... О произошедшем нет данных. Дурака ты из меня не делай! Желающих и так что-то много. Твою ж мать! Опять началось! Только не сейчас! Не здесь! Мы вновь провалились в «Лимба». Как вы поняли, Ларисе конец. Ехать в замкнутом помещении размером в пару метров со свирепшим монстром на борту – не самая удачная участь. Остается лишь надеяться, что тот, кто управляет восходом, не пустил ее на стейки. Благодаря «Лимбам» мы узнаем о разговоре между Нечаевым и Сеченовым о том, что последний хочет сделать союз знаний без идеологий. «Переложить струк, убрать неравенство и ложка мудизма». Толго, что академик Сеченов выступил с заявлением, полностью опровергнув слухи о сбое в работе гражданских роботов на предприятии 3826. В настоящий момент работа предприятия идет полным ходом. О, очнулся, малец, наконец-то. Ой, при дочке моей ты нормальная, был веселая. Как ее ни стало, повсюду только кровь да головы оторванная лежат. Тьфу ты, галость. Ты о какой дочке вообще? О Катеньке моей, нашей Катеньке. Совсем тебе память отшибла? Для меня дочь, а для тебя? Екатерина Нечаева, позывной «Блесна». Отряд специального назначения «Аргентум». Так ты, значит... Теща я твоя, глупый ты дурак. Катюша не стала, а из тебя Сеченов монстра сделал. А, слышал краем уха. Постой, а где Лариса? Да везде теперь. Развеял по ветру девку. Старая, у тебя ствол есть? Да есть, конечно. Чего глупости спрашиваешь? А тебе какой? Да любой, возьми и выстрели мне в башку. Правильное решение. Выживу тебе мозги, к чёрту и дело с концом. Так, мать, отстави! А Сеченов пусть дальше всех уродует, пусть всех изуродует. Весь СССР, а потом весь мир. Понял, я понял всё! Ты же не понял? Вставай! Оружие я тебе дам. Много оружия. Но ты мне поклянись, что кончишь этого гада раз и навсегда. Да как же вы меня задрали! Ебучие пироги! Это что ж получается? На одной чаше весов у меня лживые манипуляторы, но вроде как благородные мстители. На другой советские учёные. Академик, который хочет просветить всё человечество, но убирает неугодных моими руками. Правда, со слов тех же манипуляторов. Продолжение следует... В лифте нам наконец раскрывает план под кодовым названием «Атомное сердце», которое заключается в захвате Америки путём выведения из строя атомных станций, а также объектов стратегического назначения при помощи роботов. «Фактическая деактивация атомного сердца Америки». Шер! Защищать. Ну что, Харитон, ты гордишься собой. Ты же должен был помочь мальчику, а вместо этого используешь его как марионетку. Это я-то? Не вздумай болеть еще на меня. Не смей! Я потерял вас обоих, а затем спас лишь чудом! Дима, для тебя все это лишь ресурс, который ты используешь. Правое и левое. Пресечь. Да что это за ебанина, блин? Пацит, обвинять машины, майор. Да ебучие ты пироги, это голые факты. Какая же ты мразь. Сергей, ты не понимаешь, что Ритон манипулирует тобой! Харитон получил доступ к модулю Восход в твоей голове и начал отправлять тебя в Лимбо. Я был отвлечен в подготовку к обновлению коллектива, чтобы сразу догадаться. Это он убил Молотова. Скажи, Харитон, ты с доктором Филатовой поступил так же? Разорвал ее на куски руками моего агента. Хватит лицемерия, Дима! Тебе всегда было удобно быть белоручкой, пока я делал за тебя грязную работу. Но не убивать же их за это. Зачем ты все это устроил? Ах ты паскуда, ты все это время... Замолкнете навсегда, майор! Мы свою работу выполнили. Быстрее, сынок. Вставай! Вставай! Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы все это закончилось. Чтобы твое дорожайшее человечество, у которого уже давно нет никаких перспектив, отошло с дороги и пропустило вперед новый виток эволюции. Меня! Харидон, ты само зло. Что? Что ты собираешься делать с людьми и коллективом? Не стоит беспорядочно называть злом все, чего ты не в состоянии постичь. Зло – понятие абстрактное. А ты ограничен в своем мышлении, Дима. Потому что ты просто человек, выбирающий вид. Мне удалось это осознать, лишь перестав быть его частью. И твоя ограниченность не позволяет тебе увидеть истину. Люди не хотят развития. Они беспробудно тупы и стремятся лишь к комфорту и наслаждению. Желательно за чужую счет. Ты же не хотел быть частью массива? Нет! Стой, Харидон! Я передумал. Субтитры подогнал «Симон» Момент прибытия бойцов отряда «Аргентум» в кабинет Академика Сеченова, никаких следов последнего там обнаружено не было. Согласно фрагментарно восстановленной видеоинформации, человекообразный нейрополимерный объект черного цвета приблизился к телу Академика Сеченова, после чего поглотил указанное тело целиком. После указанных в рапорте событий, неизвестный человекообразный полимерный объект черного цвета покинул кабинет Академика Сеченова и скрылся в неизвестном направлении. Разум заперт изнутри. Да и бича, дорогие. Редактор субтитров А.Семкин